В Твери у дома номер 11 по московскому шоссе Лада Калина врезалась в автобусную остановку. В аварии пострадали две пассажирки Лады. По словам очевидцев, Лада на скорости обогнала впереди идущий автомобиль. Машину занесло, и она врезалась в остановку. От водителя 94-го года рождения, по неподтвержденным данным, исходил запах алкоголя. Сотрудники Кашинской полиции задержали 21-летнего жителя столицы, зарегистрированного в Саратове. Мужчина подозревается в совершении ряда мошенничеств. Был курьером, оставлял себе либо 2,5% от денег, полученных от обманутых граждан, либо фиксированную сумму. Остальное переводил подельникам. В Кашине сразу две женщины стали жертвами мошенника. Женщине 52-го года рождения позвонил мнимый сотрудник полиции и сообщил, что ее дочь спровоцировала серьезное ДТП. За якобы ущерб пострадавшим к женщине прибудет другой сотрудник, которому нужно будет передать деньги. Пенсионерка отдала мошеннику все, что накопила – 976 тысяч рублей. Аналогичная ситуация произошла с 80-летней жительницей Кашина. В тот же день пожилая женщина передала злоумышленнику 140 тысяч рублей. По всем сообщениям на места происшествия была направлена следственная оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявителей и соседей по дому. Эксперты-криминалисты изъяли следы биологического происхождения. Со слов потерпевших, оперативники составили субъективный портрет предполагаемого преступника. И в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам. По оперативным данным, на счету злоумышленника не менее 10 эпизодов аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба приближается к 7 миллионам рублей. Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Сотрудники регионального наркоконтроля совместно с оперативниками Торжокского отдела полиции выявили факт незаконного возделывания наркосодержащих растений. 44-летний ржаветянин вместе со своим 34-летним братом на приусадебном участке в деревне Тимонино Торжокского района выращивал коноплю, используя при этом специальные удобрения. Полицейские обнаружили и изъяли 122 растения. Подозреваемые пояснили, что выращивали наркотик для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Мужчинам избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.